всем привет друзья с вами маракаси и так давайте посмотрим бой на g5 75 этот танк с фугасным орудием и с барабаном демонстрирует офигенные результаты сейчас и входит в число довольно опасных новых танков конечно нужно смотреть статистику по поводу того насколько этот танк лучше других но пока что все таки машина действительно впечатляющая да и геймплей на ней очень даже такой своеобразный ну а сегодня у нас новости мира танков и немножечко про world of tanks поговорим соответственно леста продолжает развивать киберспорт понятно что уже давно для них это какое-то перспективное направление много всяких турниров и вот в ноябре 24 года планируется очень большой турнир среди профессиональных команд соответственно где будет призовой фонд 60 миллионов рублей да это конечно не international но все равно сумма когда россии весьма даже существенны и деньги немалые и соответственно будет интересно возможно посмотреть как будут рубиться за эти деньги но конечно самое прискорбное что может быть это когда одна команда доминирует над другими и соответственно выигрывает постоянно один турнир за другим без конкуренции надеюсь соответственно у нас такого все таки не будет и конкуренция будет значительная то есть будет как минимум хотя бы пять команд которые будут претендовать на призовые места также поговорим про world of tanks там у нас осенний марафон планируется на польскую потасау sdp в 66 гром это польша потаса восьмого уровня премиумная с механикой орудия с глубокой нарезкой ствола кстати любопытно то что на европейском сервере своя механика совершенно новая которую не завезли на похожий потасау на ру сервер как я понял там просто сделали у потасау ускорение стесна на европе все совершенно по-другому там новая абсолютно механика которая позволяет наносить близкой дистанции гораздо больший урон нежели стреляем издалека ну и сама машина вот этот польская уже готова к релизу вообще интересно то что варгейминг вдруг внезапно возвращается к формату марафонов потому что с 22 года никаких марафонов нету что в мир ты в мире танков что world of tanks теперь же возвращается соответственно на круги свои и пытаются разработчики посмотреть как будет комьюнити реагировать на типичный такой марафон где будет две ветки прохождение марафона это именно возможность на скилл пройти с очень сложными боевыми задачами либо на выносливость может так сказать ну терпение то есть долго и муторно копить опыт но зато наверняка и друзья вы можете выиграть золото для этого вам не нужно демонстрировать чудеса выносливости терпение или еще чего-либо вам достаточно просто написать комментарий указать свой игровой ник тем самым вы уже будете участвовать в розыгрыше золото розыгрыш проходит только для мира танков то есть пишите ники с мира танков но сейчас еще отличный такой момент для того чтобы поиграть на сайте вот кит где сейчас идет распродажа всех категорий со скидкой 50 процентов поэтому замечательно я думаю будет поиграть давайте кликаем и пробуем выиграть прям там ландшкода есть как раз ее хотелось бы выиграть посмотрим получится ли это у меня сможете паузу поставить и написать нет не получилось 100 золота падает ну давайте еще пробовать потому что не проблема когда соответственно желаемое сразу не падает нужно проявить все-таки немножечко терпение настырности и отлично лёва падает за 11000 золото вот это супер классно дорогой это возник таки танк в нашей игре 11000 золото хорошие средства на которые можно много себе чего позволить в игре даже кейсов можно много накупить 50 золота падает то есть тут уже приз маленький то есть видите что варьируется призы разное может выпасть ну пока что то что выпал лёва он мне как вам делает куш и соответственно золото мне достаточно один день прямо ну я думаю на этом все не забывайте что тут можно кстати участвовать в розыгрыше золото бесплатно ежедневно разыгрывается 5 призов так что если есть желание можете поучаствовать но мы продолжаем играть соответственно не играть а смотреть по крайней мере за боем и давайте новости мира танков снова и так новый бонус код вышел в честь дня рождения мира кораблей игре исполняется 9 лет поэтому выпустили бонус код активировав который вы получите призы как для мира танков так и конечно для мира кораблей для танков вы получите день прямо 3 надписи был бы флот ага вы не найдутся 3 эмблема печать мира кораблей 2d стиль ослепляющий камуфляж и также вы получите для кораблей день прямо супер контейнер и эхо будущего я не разбираюсь вообще ни черта если честно в кораблях ну кому нужно забирайте бонус коды в принципе дело благородное и я думаю не стоит их игнорить так что и используйте пожалуйста далее у нас соответственно новая акция товарищ инженер называется она это марафон может так сказать но не совсем классический марафон то есть все тут довольно просто вы можете проходить прогрессию как в стальном охотники так и в рандоме обычном для этого выполняете соответственно боевые задачи в рандоме и соответственно продвигаетесь получаете в итоге танк пантеру 88 какие еще награды вообще награда в рандоме как обычно дают 750 танков но это будет разыграно среди тех кто выполнил задачи второго этапа до 7 октября и 250 самых быстрых получит пантеру то есть не гарантированно кстати 100 процентов дается всем танк что конечно немножечко смущает потому что можно выполнить марафон да там еще есть другие призы но танк не получить это конечно странновато если честно то есть можно пахать пахать там не так сложно но в итоге как бы и не получить ничего стоящего это печатка будет ну да есть какие-то шансы но я не очень люблю такой вот соответственно если танк у вас есть то компенсация у вас будет в виде серебра что опять таки тоже очень неприятно то есть по сути вы будете там проходить все это дело а компенсация не какущие то есть это естественно ни в какое сравнение с голодой не идет даже хотя бы там с бонами давали хотя бы бон и не знаю хотя бы там не на 5000 бон там или около того компенсации но нифига подобного то есть в случае если у вас пантера 8 и 8 есть то наверное вообще выполнять все это дело не особо то есть смысл хотя смотрите сами конечно же ну давайте перейдем боевым задачам вот остального охотника ну так немножечко присмотримся что нужно сделать заработать 215 тысяч чистых кредитов потом нанести 85 тысяч урона за любое количество боев уничтожить 40 единиц техники противника за любое количество боев заблокировать 7500 единиц урон за любое количество боев заблокировать 2000 единиц урона за один бой нанести 10000 урона за бой получить 1200 единиц опыта за один бой и 6 раз попасть в топ 5 за то есть задачи очень простые на самом деле то есть понятно почему не всем даже танк дает то есть и чисто на самом деле играете и выполняете и довольно быстро может все это дело выполнить особенно если вы опытный игрок но а в рандоме соответственно тут вообще на самом деле любопытная какая-то серия лбз то есть на разных картах нужно выполнить определенные задачи например монастырь повредить 20 единиц техники за любое количество боев тут конечно вопрос к нашему рандому то есть у тебя например есть задача там на ласвиле заблокировать 1500 единиц урон за один бой но у нас как бы карту нельзя выбрать в игре то есть можно только заблокировать те карты на которых не хочешь играть и может так долго на самом деле копошиться и не попасть на нужную карту и соответственно потратить кучу времени на этом на рандом который не дает тебе попасть туда куда нужно так что это все как бы довольно таки может нервировать игроков мне кажется у меня бы это точно бесило бы то есть нужную карту вылавливать это еще тот геморо если честно хотя задачи простяковые то есть очень просто там например рейдшер пробить технику противника 20 раз за любое количество боев то есть очень все просто или например париж победить три раза аукции три раза парижа победить жестко все награды с сайта события вот на вашем экране но в основном это расходники естественно там 13 больших ремок 13 больших огнетушителей 13 больших аптечек день прямо демонтажный набор 400000 кредитов инструкции разнообразные наличные резервы на опыт на свободный опыт инструкции для разного оборудования ну слабовато награда то есть видно что проходной такой марафончик ну даже от марафона нельзя назвать то что скорее какой-то серии лбз за которые есть шанс выиграть прям танк и как же все-таки получить в дальнейшем танк 11 уровня за лбз 3.0 в мире танков вообще компания лбз 3.0 позволит вам получить три танка армт это сша легкий танк 7 уровня т.ф. 2 кларк это сша тяжелый огнеметный танк 9 уровня project мутант это франция средний танк с крепкой башни из барабана на три снаряда 10 уровня к те кто осилит все эти операции и вот с отличием получит жирную награду сверх тяжелый двухствольный танк 11 уровня танк 11 уровня за выполнение задач это хорошо хоть ветки не надо сбрасывать соответственно ну что можно сказать действительно довольно таки приятное нововведение на самом деле в плане того что за лбз 3.0 можно получить танк 11 уровня и я думаю скилловые игроки будут рогом упираться но танк этот получит ты вообще но у меня честно говоря такое впечатление то что первые месяца три те кто успеет первым получить танки они будут очень довольно таки серьезно доминировать в рандоме на танках 11 уровне но посмотрим как она будет в итоге но есть такое ощущение на данный момент на то все друзья спасибо большое что досмотрели видео до конца желаю вам всего хорошего удачи вам и и